Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня очередной мукбанг. У нас азербайджанский классический хинкал. Обычно сверху бывает еще жареный лук. И мама даже подготовила жареный лук. Но я что-то в последнее время лук кушать даже не могу. Здесь у нас винегрет, оливки, кефир, йогурт и приятного аппетита всем тем, кто кушает. Так, первым делом, что я делаю, я беру кефир. Это не обычный кефир, он домашний. По-моему, он называется по-русски даже мацони. Вот полностью я его выливаю вот сюда. По-моему, рецепты на оба блюда у нас есть. Я покопаюсь у нас на канале и оставлю вам ссылочку. Красота! Приятного аппетита всем, кто кушает. Я сегодня никуда не собираюсь, поэтому с чесночком. Как же я люблю чеснок. Просто куда не добавишь чеснок, получается сразу восхитительно вкусно. Это настолько вкусно. Либо я давно это не кушала, а это одно из моих любимых блюд. Все влоги, которые выходят на мой азербайджанский канал, мне там в комментариях пишут, когда будет перевод. Обязательно переведу, выложу. У меня вчера вышло видео, закупка продуктов. И там уже вовсе все пишут комментарии. И оказывается, меня смотрят не только местные, но и азербайджанцы, которые живут в России, понимают азербайджанский язык. Там небольшая доля у меня, 2%. В общем, я в супермаркете купила красную рыбу. По-моему, 200 грамм. Небольшой кусочек. И показала цену. И мои зрители из России немножко офигели от того, насколько дорого. Одна девушка мне написала, живу в Москве, покупаю красную рыбку всего за 200 рублей за килограмм. Мне просто офигела. Я, получается, 200 грамм заплатила 2000. Напишите, пожалуйста, сколько у вас в городе стоит красная рыбка и дорого ли 2000. Учитывая наши зарплаты, для нас это дорого. У нас вообще все морепродукты стоят дорого. Но я просто хочу такой классный мук-панк сделать. Купила листочки нори. Вот эту красную рыбку нарежу. Уже звучит так красивенько. Рис сварю точно так же, как и в роллах. Авокадо. Нарежу на кусочки. В общем, увидите. Хочу такой интересный мук-панк снять. Можно щупальца осьминога прикупить. В общем, много у меня идей. Интересных таких. Сегодня у нас просто то, что было дома. Уже зажила и кушаю. А вы обязательно подписывайтесь, потому что для меня это очень важно. Также под прошлым видео я просила вас позадавать интересные вопросы, на которые я буду отвечать в каждом своем видео. Я специально под этим видео комментарии не лайкаю. Чтобы потом не путаться, я залайкала только те комментарии, на которые буду отвечать. И чтобы в последующих разах не отвечать на одни и те же вопросы. То есть я смотрю, если там лайк уже стоит, значит уже все. На этот вопрос отвечать не надо. Я его уже отвечала. На него уже отвечала. С моей кулинной памятью. Это настолько важно. Вы можете там и приветы передавать, но обязательно задавайте такие вопросы, которые ранее не было на моем канале. о том, если одно и то же постоянно по сто раз обсуждать. Это же не интересно. Здравствуйте, Айка. Когда примерно вы бы хотели сыграть свадьбу? Может, следующим летом? И как зовут вашего молодого человека? Вы знаете, я уже боюсь что-то загадывать, потому что зимой, когда мы только познакомились, я всем сказала, что летом будет свадьба. Сейчас мне постоянно пишут. Ну что, ну когда? Полгода, чтобы узнать человека, это не такой длительный срок. Кому интересно, предложение руки и сердца мне уже сделали. Но есть немножко другие аспекты. Я не спешу. Скажу вам честно. Одна девушка такая в хиджабе говорит, надо, говорит, в 20 выйти замуж для шока, в 30 для шика. Я прям с ней согласна. Поэтому я не хочу говорить какие-то даты, дабы потом мне будут писать и спрашивать, ааа, не получилось. Одно я знаю точно, сильно пышную какую-то свадьбу я честно не хочу. Чем старше я становлюсь, вот эти традиционные свадьбы. Вот эти кортежи, много гостей. Я понимаю, что это все не нужно. Зачем звать так много гостей? Мне кажется, надо расписаться, поехать куда-то отдыхать. Ну в общем, посмотрим. Загадывать ничего не будем. Как оно будет, так и будет. Я вам говорила, что я взяла квартиру, плачу за квартиру. Еще пышная свадьба упирается в финансы. Это все очень дорого стоит. Так что, пока не знаю, девочка. Как только я выйду замуж, я обязательно вам про это расскажу. Это, знаете, очень странно звучит, но когда я еду в деревню, меня все спрашивают, когда ты выйдешь замуж. Меня это очень раздражает. А вдруг у меня что-то не получается. А вдруг меня не берут замуж. А вдруг мне не делают предложение. Это больное место. Это то же самое, как спрашивать, а когда дети. Когда будет, вы обязательно узнаете. А когда это будет, я сама не знаю. А вообще вся жизнь впереди. Я умирать не собираюсь. Я планирую жить до 100 лет. Так что всему свое время и каждый период в жизни он по-своему прекрасен. И вот времена, когда ты абсолютно одна, ты делаешь то, что ты хочешь, достаешь 12 в час. тебе мама готовит завтрак. В этом тоже есть что-то прекрасное. Пройдет время, я буду скучать по этим временам. Поэтому их надо прожить так, как ты хочешь. Кстати, вот сейчас солнышко садится, будет немножко темновато. Хотела искусственное освещение поставить. А потом мне так понравилась картинка. Думаю, я ничего не буду делать. Сейчас солнышко садится, и уже все, становится темно. Так что надо быстрее кушать и закругляться с видео. Единственное, что меня очень раздражает в последнее время, это то, что я не могу выпускать так много контента и быть настолько продуктивной, насколько я была, когда начинала. Я постоянно себя ругаю. Очень вкусно. Дальше. Если вы хотите задать мне какой-либо вопрос, ссылочку на это видео я оставлю в описании под видео. Потому что сейчас я могу сказать, что это предыдущее видео. А как вы будете искать предыдущее видео, которое было снято перед этим видео? Возможно, вы это видео смотрите сильно позже. Айка, ремонт в каком стиле ты бы хотела сделать в своей квартире? Для тех, кто в танке или для тех, кто впервые зашел на мой канал, я купила квартиру в рассрочку. Она строится, и она будет готова через три года. И в этой квартире самостоятельно выбирать что-то я не хочу. Я хочу довериться дизайнерам, и пусть они сделают это профессионально, классно. Вот я бы хотела что-то вот такое. Вы знаете, выбрать компанию, которая сделает у вас ремонт, тоже оказывается так сложно. Недавно наткнулась на скандал. Позиционирующая себя дизайнерская компания мошенники взяли у людей деньги и все кинули. Покинули страну. Там они берут деньги из-за материала, Поэтому суммы там получаются кругленькие. Поэтому к этому выбору тоже нужно отнестись очень тщательно. поискать отзывы. Возможно, кто-то из блогеров рекламировал. Потому что у меня подруга родила в клинике, которая очень рекламировала одна блогерша. И она осталась безумно довольна. Или либо надо поинтересоваться у знакомых, кто делал ремонт. чтобы это не было подозрительно дешево. Но я уже начала копить деньги на свой ремонт. Мне просто как сразу сдадут, сразу хочу сделать ремонт. И, следовательно, сразу у меня крупной суммы понятное дело не будет. я параллельно плачу за ипотеку. И каждый месяц стараюсь хоть что-то отложить. Правда, много откладывать не получается, потому что около 900 долларов я плачу за ипотеку. точнее, за рассрочку. Еще плюс надо жить. я стараюсь чем-то себе отказывать. Например, я продала камеру и вот эти деньги сразу отложила на карточку, на которой я коплю. Вот что бы ни случилось, с этой карточки деньги я не беру. то есть я считаю, что их нет. Например, хочется мне последний айфон. Я думаю, как его можно взять в кредит или еще что-то или просто пока что себе отказать в этом. Если каждый раз отложенных денег вы будете брать, у вас просто не получится накопить, а на ремонт нужно немало. ремонт еще ладно. Еще квартиру нужно обставить. Мебель, техника, все остальное тоже денег стоит. Поэтому я эти три года чисто буду копить, копить деньги на ремонт и хочу сделать прям так, как мне хочется. Понемногу получается откладывать, но все же. Вот камеру я продала, денежки отложила. Камеру я продала настолько просто, буквально в два клика, что я решила просто покопаться дома и найти вещи, которыми я не пользуюсь и их тоже продавать. Среди этих вещей есть вещи, которые мне подарили. Я, в принципе, хочу продать и потом, я думаю, как-то неудобно перед теми людьми, перед друзьями, подружками, которые мне подарили это все. Вот. вот такие вот дела. И просто считать, что этих денег нет, я думаю, что супер идея. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. У меня там просто куча вопросов и я готова снимать аж каждый день. Пока. Пока.